Многих писателей манила романтическая притягательность шума прибоя, морских пейзажей и маяков. Книжный маркет «Море-море» по признанию организаторов – своеобразный реверант с книгам, которые уходишь читать ранним утром один на берегу. Такой подарок жителям и гостям Приморской столицы сделали библиотеки Владивостока. Мы решили, что пора делиться с читателями теми книгами, которые нам приносят на полке книгообмена. Собрали по всем библиотекам самые интересные – классическая литература, современная, какие-то собрания сочинений. И просто раздаем им, их тем людям, которые хотят их взять. Они пользуются большим успехом. Любители окунуться полностью в море написанных слов смогли найти здесь абсолютно все – от романтических повестей до остросюжетного детектива. В рамках маркета прошли и спецпроекты. Состоялись обсуждения книг приморских авторов, чтение пьес, а также просто живое общение с писателями. К слову, на мероприятии присутствовала и владивостокская писательница Татьяна Таран, которая всем желающим дарила свою последнюю книгу «Никто не ангел». Таким образом я рассказываю о своем творчестве и знакомлюсь с людьми, и получаю от них тоже какой-то ответ о нашем городе. Мне признаются в любви именно к нашему городу. Помимо книг на маркете были представлены авторские блокноты, наклейки, открытки и даже поэтическая линейка одежды литератора Ивана Ахмадиева. Особенность этого претапорте в том, что платье – это книга. При помощи гаджета считывается QR-код, и в телефоне или планшете появляется текст. Это сборник поэм моих, которые не выходили в других сборниках. Я, наконец, собрал все, что не вошло. Поэмы написаны с 2008 по нынешние годы. Ну и вообще в литературе современной практически нет жанра поэмы, и я очень рад тому, что и у меня получилось это сделать, и получилось это в итоге оформить в виде книги. Современные технологии прочно вошли в нашу жизнь и продолжают удивлять и увлекать нас все больше и больше. Но организаторы отмечают – книга до сих пор любима приморцами. Жители Владивостока продолжают читать много хороших, разных, интересных книг и интересоваться литературой и современной. И у читателей очень разнообразные вкусы, потому что каждый человек может найти что-то для себя, и люди любят там и нон-фикшн, и художественную литературу, и какие-то необычные форматы. Владивосток любит читать. Книжный маркет «Море-море» можно смело поставить в ряд с другими литературными перформансами приморской столицы, такими как «Библионочь» с лекциями, мастер-классы и поэтические выступления. И пока такие культурные программы привлекают жителей, настоящая книга не потеряет своих читателей. Олег Завьялов, Дмитрий Беломеснов, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом.